С приветственным словом участникам регионального этапа 31-х международных рождественских образовательных чтений обращается президент Российской Академии Образования, академик, доктор, исторических наук, профессор Ольга Юрьевна Васильева. Спасибо. Уважаемый Владыка, досточтимый отцы, дорогие друзья и коллеги. Ну, вначале я позвольте высказать слова благодарности, даю возможность просто быть перед вами, потому что это широкая и очень профессиональная аудитория. Ну, мы с вами привыкли уже к словозачитанию о том, что мы живем в быстро изменяющемся мире, в мире, в котором цифровизация фактически достигла всех сфер нашей жизни. И сегодня для нас очевидно, что возвращение в гуманитарные составляющие национальной системе образования, опора на духовно-нравственное и патриотическое воспитание может привести нас к тем результатам, о которых мы с вами говорим, делаем и, главное, думаем. Понятно, что только для аудитории не стоит говорить о значении технологических прорывов, о том, что в основе их лежало и будет лежать всегда образование, мне бы хотелось рассказать о некоторых проблемах, которые стоят перед российским образованием. И Академия образования, Российская Федерация, которая является преемником знаменитой Академии патриотических наук СССР, она, конечно, не может стоять стороне, потому что мы с момента возникновения, в 1943 год, 6 октября, были научным, научно-методическим, экспертно-патриотическим центром и пытаемся соответствовать этому высокому названию и сейчас. Коллеги, у нас достаточное количество центров, научных центров в здании Академии, 14, и одним из ведущих и многие из вас знакомы с этим центром является Центр развития педагогического образования Российской Академии образования. Почему я об этом говорю? Потому что это очень работающий центр, центр, который сотрудничает со всеми педагогическими факультетами и университетами, институтами педагогической нашей страны, центр, который весной 2022 года провел очень важный для нас мониторинг, а именно мы мониторили 150 университетов, в которых есть классические университеты, в которых есть педагогические факультеты и университеты, педагогические институты. Значит, что мы смотрели? Мы смотрели студентов, которые обучаются на бакалаврских программах, и самая главная цель этого мониторинга была понять, чему и как сейчас учат при той значительной академической свободе, которая есть, студентов будущих диалогов. Значит, цифры, которые мы получили, которые я сейчас вам представлю, они достаточно говорящие. 92% студентов, мы анализировали только те, кто обучаются на его гряде, и только 8%, 8% вдумайтесь, из педагогических и специальных обучаются на администратуру. То есть изначально, изначально наш будущий педагог не связывает свою жизнь с продолжением обучения и после 4 бакалаврских лет читает возможность прийти в школу. Значит, мы посмотрели 7000 выпускающих кафедр. Это огромное количество кафедр, которые выпускают будущие педагоги вне страны. Из них только 36% из 7000 кафедр педагогические выпускающие, 34% психологические, и 28% оставшихся процентов – это кафедр методической направленности. Дальше мы проанализировали программы, по которым обучаются будущие педагоги. Здесь ситуация еще более грустная. 55% психологических программ – только гуманитарные направленности. 26,8% связаны с предметной педагогической деятельностью, естественно-научной, физико-математической, технической направленности. То есть получается, что 55% гуманитария, причем это и социальные науки, включаются сюда эти 55%. 28% – это будущие физики, информатики, математики. Конечно, это удрущающая цифра, потому что говорить о том, что эти люди подготовить будущих инженеров, просто очень мало. Дальше цифры еще более жесткие. Это 9%, 9,5% – это будущие дефектологи программы. При том, что дефицит психологических специальностей очевиден, вы знаете об этом не хуже, чем я. И 5,6% – это педагоги начального образования. Нехватка педагогов в начальной школе будет от года только увеличиваться. И самая нижняя цифра, и самая говорящая, ну, первая говорит, это естественно-научная, и нижняя цифра – 3,3%, которые готовят педагогов до школьного образования. То есть получается, что вот те необходимые специальности, которые так нужны сейчас в педагогическом образовании, они фактически не готовятся ни в одном из вузов страны. А перекос явно в социально-гуманитарную направленность, причем, говоря о пустяках этих кафедр, сразу могу сказать, что только 36% дойдет педагогов. Это первое, что мы отметили. Второе, мы отметили еще одну очень важную деталь – при подготовке будущих специалистов, будущих педагогов практически никто не занимается ни с ними, ни с нами научно-исследовательской подготовкой. Мы проанализировали 4000 культурных учебных планов, и в 27% вообще отминания о науке нет ни слова. То есть научно-исследовательская работа никак к одной трети студентов не может быть приложена. По текущим нормам она действительно необязательна, но если ее нет в буквариате, то педагоги наши не имеют первичных навыков исследовательской работы, и понятно, что ему будет сложно перейти в школу, а сейчас школа – это совсем иная школа, чем даже 10 лет назад. Ему будут сложно те же навыки прививать и на у наших детей, и у них гудить тот самый интерес к науке, о которой мы сейчас говорим, о которой мы так мечтаем. В некоторых вариантах мониторинга мы видели, что не хватает педагогической практики, а самый тяжелый вариант – это предметное обучение, потому что на сегодняшний день эта констатация, о которой я говорила не раз, будущему учителю математики математику преподают недостаточно. Это вот данные с сегодняшнего дня. Мало того, что 26,8% из тех научных подходит и математика, кроме здесь научных, и физика, так еще математику преподают в очень ограниченном объеме. Понятно, что мы прекрасно понимаем, что любая сфера деятельности, о чем мы ни говорили, невозможна без подготовки учителей. И понятно, что когда мы сейчас все больше и больше говорим о национальной системе, возрождении национальной системы школьного образования, мы должны учитывать и, на мой взгляд, смещать акценты подготовки будущих педагогов именно туда, куда необходимо в данном случае о стране, а именно это естественный научный цикл и математика, и физика. И, конечно, я много раз тоже об этом говорила, еще раз, возможно, скажу эту аудиторию, мы должны думать о том, как нам готовить педагогов или эффектологов, где и как. Потому что на сегодняшний день их нехватка, она очевидна по всей стране, и мы знаем прекрасно, что большая часть капит готовят у нас логопедов. И вот эта деформация, которая появилась в отношении и начальной школы, и малышей, она тоже только увеличивается. Понятно, что мы на сегодняшний день, так как эта академия прежде всего имеет и цель научной деятельности, мы работаем вместе с Высшей Атеционной комиссией. Я очень благодарна нашему вице-президенту, академику РАУ, Владимиру Михайловичу Филиппову. Вы знаете, что долгие годы восслабляет Высшую Атеционную комиссию. Мы посмотрели еще одно направление вместе с ВАКО, чему посвящены диссерпционные исследования в области педагогики, наукообразования за последние 10 лет. То есть вопрос очень короткий. Кто учит наших будущих педагогов? То есть вот люди, остепененные, кандидаты, доктора, профессуры, доценты, на какие темы эти люди писали свои работы в последние 10 лет? Значит, за последние 10 лет в области многообразования было защищено немного, всего 9749 диссертаций. Из них только 869 докторских и 880 кандидатских. При этом специальности теории методик обучения и воспитания, то есть то, что необходимо нам и о чем мы говорим с вами постоянно, то есть теория методик обучения и воспитания, в 11-20 году за 9 лет было защищено всего 1193 диссертации. Из них 183 докторских и 1751 кандидатская. То есть анализ показал, что мы много говорим о специалистах, которые работали в возрасте в области теории воспитания, сегодняшний день тоже фактически отступили. На первом месте по количеству защищенных работ идет иностранный язык, самый разный, основной это коммуникации. Гораздо меньше, практически единичные, это защиты по литературе, методикам передавания стратуры, истории, географии. Практически не защищались работы по теории воспитания, взаимодействия семьи и школы. И внимательно, коллеги, за последние 10 лет отсутствуют работы по направлению родной язык, общество знаний, просто нет, культурологии, гуманитарной и общественной науки, причем это касается отсутствия работ в этом направлении и уровня начального образования. То есть какой вывод? Вывод в общем неутешительный. То есть те предметы, которые формируют личность, формируют человека, у них по ним самый большой провал. И ключевой вывод, который мы делали на основании этого исследования, оно продолжалось достаточно длительный период, что на сегодняшний день у нас явная некладка высококвалифицированных специалистов, кандидатов, докторов наук, прежде всего в области преподавания важнейшей дисциплины для сегодняшнего нашего времени и вообще для любого времени. И это совершенно очевидно. То есть еще раз повторяю, ни историю, ни литературу, ни язык, ни географию. Сегодняшний день специалисты вашего реабилитации практически работы по методике преподавания не защищали. Межпредметные есть. Что касается методики дидактики, то их тоже нет. Понятно, что можно долго говорить, как плохо, возникает вопрос, что делать. Понятно, что перед нами стоит задача, как выбрать эту ситуацию. И мы отчетливо понимаем, что самое главное – это поднять качество тех работ, которые защищаются. Сразу хочу сказать, и вы сами об этом слышали и читали не раз, что сейчас ВАГ отклоняет большое количество работ, прежде всего из-за пустоты тем, из-за плагиата. И мы, мы это науки образования, занимаем лидирующее место в этом отклонении. То есть работ отклоняется, мало того, что их много, и отклоняется огромное количество. Поэтому мы уже приняли решение, во-первых, работать с институционными советами. В рекомендательном характере должны быть наши рекомендации, рекомендации должны носить достаточно четкий, осознанный смысл, потому что мы прекрасно понимаем, в чем нуждается Академия, понимает, в каких работах нуждается сегодня страна. Эти рекомендации мы будем давать. И у себя на базе Российской Академии образования мы создали научно-образовательный центр, мы создаем институционные советы по трех специалистам для того, чтобы здесь, как когда-то, начиная с 43-го года, воспитывать у себя эти доживающие квалификации. Что радует? Не только все плохо, но кое-что и радует. Значит, девятый год подряд. Академия проводит конкурс молодых ученых. И в этом году он проходил девятый раз, как я уже сказала, молодым ученым за успехи наук. Это медаль Российской Академии образования. И должна, в общем-то, с радостью сообщить, что в этом году было большое количество работ, больше, чем в прошлом году, в 86, 50 было очень достойным. Из них мы отобрали 6 самых достойных. И темы исследований были очень важны на сегодняшний день. Потому что были темы исследований о предпрофессиональном благорании педагогов, были темы посвящены духовно-нравственному воспитанию школьников и студентов. Была очень важная тема преодоления сложности в обучении математики. Были исследования особенностей обучения детей, которые пережили онкологические заболевания. Это касалось психологических работ. Что мы еще считаем для себя наиболее важное в развитии исследований? Прежде всего, это междисплинарные исследования. Молодые ученые показали, что они это хорошо делают. И их междисплинарные исследования, известные в научной среде, и сейчас начали применяться потихонечку в практике образования. Второе направление наших исследований, академическое, это индивидуальные различия школьников. Наши данные, наших ученых показывают, что сегодняшний педагог одновременно работает, например, в учетом классе, с ребенком, который обладает высокой скоростью обработки математики и числовой информации, полуфекундной. И его сверстники крайне низкой скоростью реакции, больше двух секунд. Это работа известного ученика-респондента, известного психолога в нашей стране, Татьяна Николаевна Тихонировна. И здесь возникает вопрос, как учителю, у которого в классе сидят абсолютно разные дети, найти подход каждому и понять, почему, допустим, в классе отличник хорошо учится до конца школы, а в втором, при переходе из начальной школы в основную, будучи отличником в начальной школе, скатывается на друге. И мы возвращаемся к тем работам, которые академия всегда вела, я с этого начинала, это индивидуальное различие ребенка. При этом ученые РАУ считают, что самым перспективным подходом на сегодняшний день являются определения ранних факторов, возможных факторов, возможных проблем в обучении, которые так или иначе могут появиться в будущем. И если мы знаем эти индикаторы, про эти индикаторы много написано, эти индикаторы постоянно исследуются, то мы можем помочь нашим детям избежать дальнейших неуспеков. На сегодняшний день эти данные возможны только в длительных мультивидных исследованиях, потому что, и мы их проводим, у нас занято большое количество детей северо-западного округа, и мы исследуем одних и тех же школьников на протяжении года от года, измеряем психологические признаки, которые так важны для обучения. И такие проекты тоже ведутся в нашей академии. То есть сегодня самое главное не просто понять причину, мы причины понимаем все, и о них говорим постоянно. Но дать учителю практически инструментарий для работы с абсолютно разными детьми, чтобы отличникам было интересно, а ребенку, у которого тройки, он мог получить необходимую помощь. Третье направление, про которое говорят все, естественно, и им занимаемся, и мы, это влияние на право устройства, на развитие и обучение детей. Может быть, вы слышали замечательную лекцию Академика Российской Академии Образования Марина Михайловна Безруких. Данные ее коллектива показывают, что к сегодняшний день к моменту прихода в первый класс только 30% детей, коллеги услышите, пожалуйста, мы владеем, наша страна имеет единственный в мире институт детской физиологии. Это данные их и данные наших коллег, академиков, корреспондентов. Только 30% детей всей страны, которые собираются в первый класс, имеют полностью сформированную речь, полноценную сформированную речь. Дальше из исследований Марина Михайловна и ее коллег. 5% родителей дают гаджеты годовому ребенку. 99% современных родителей дают гаджеты шестилетним детям. То есть уже к моменту прихода в школу ребенок знаком и погружен в цифровой мир, но при этом, еще раз повторяю, речь, та самая речь, полноценная и сформированная, у него отсутствует. По данным ученых, и в частности группы Александра Николаевича Верансы, в среднем экранное время сегодняшние дети делят следующим образом. Значит, дети 2-4 лет сидят перед экраном компьютера 2,5 часа в день, дети 5-8 лет сидят более 3 часов в день, и это при том, что детей до 2 лет ученые вообще не рекомендуют отпускать каким-либо цифровым устройством из-за возможного негативного убивания на их родителей. К сожалению, работы только ученых и педагогов недостаточно, потому что на сегодняшний день совершенно очевидно, что мы должны работать с родителями, должны заниматься родительским просвещением, и в связи с этим мы запустили несколько онлайн-проектов. Один из них очень успешный, имеет большое количество просмотров и слушателей, это лектория, лектор РАО, круглые столы в помощь учителя, а также серия академических вечера, которые выходят по четвергам два раза в месяц. Участниками этих бесед, а вот расследовать их в социальных сетях, становятся известны ученые, психологи, педагоги, которые делятся с широкой аудиторией достоверными и, самое главное, научно обоснованными данными. Четвертое направление наших исследований и очень важное для нас – это развитие возрождения, развитие возрождения, повторяя методик воспитания и наставничества. К сожалению, у нас сейчас огромное количество людей, которые говорят уверенно, что они знают, как это сделать, причем от психоурганов дошкольных до высших. Но важность этих работ, вот наших работ, состоит в том, что мы опираемся прежде всего на мощную научную российскую школу теории воспитания. И для этого у нас работают два центра. Один из них – Центр воспитания развития личности, Центр руководственного воспитания и теологии. Потому что на сегодняшний день без опоры на мощную научную базу, а наша страна имеет более чем 200-летнюю историю научных подходов к теории воспитания, конечно, двигаться успешно вперед очень сложно. Пятое – это благополучие, психологические и благополучие студентов. Это благополучие, психологические и благополучие студентов, особенно те ребята, которые перешли из школы на первый курс и испытывают действительно дискомфорт. У нас волнует не только нас, но и Министерство образования и науки, Министерство просвещения, другие ведомства, родители. У нас есть такие данные на сегодня. 21% первоокурсников говорят о том, что очень трудно на первый курс, потому что эмоциональная трудность очевидна. 9% первоокурсников испытывают сложности в коммуникации, в том числе взаимодействие с знакомствами. То есть наши дети разучили дружность, а это, конечно, идет из совсем-совсем раннего детства. Понятно, что наш центр, психологический центр, федеральный ресурсный центр психологический, он не только готовит вузовских психологов, которые позволяют обеспечить качественную психологическую помощь, но и готовит научно обоснованные методики и технологии, чтобы поделиться с ними. И как раз вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, у нас идет очень большое улучшение квалификации для педагогов-психологов высшей школы. Еще одна очень важная тема, которую я затронула, если позволите, тема, которая на устах у всех, это выход из баллонского процесса. Напомню вам, что присоединившись к баллонскому процессу в 2003 году мы предполагали, что интеграция наших вузов в общеевропейское пространство, упрощение дипломов, повышение гибкости программы и прочее, прочее и прочее. С этих позиций баллонский процесс требовал от вузов очень много, и прежде всего баллонский процесс был важен для студентов иностранцев. Но мы должны констатировать, что большинство целей добиться не удалось, о недостатке системы, как говорят, ингенстратура совершенно очевидны. Мы должны констатировать, что большинство интеграционных механизмов не заработало. Все минусы баллонского процесса появились в полном мире. Речь, в первую очередь, идет о недостаточном уровне подготовки бакалавра в порядке специальностей. Сильнее всего, как говорят специалисты сегодня, пострадали инженерно-технические направления, то есть те программы, которые прежде всего требуют большого количества практики. Как ни прискорбанно, это совершенно научный факт на основании большого научного анализа в качестве образования потеряли наши педагогические курсы. Учитель – это профессия массовая, и мое глубочайшее убеждение, что педагогов бакалаврской подготовки не хватает. Но возвращаемся к началу нашего разговора. Я привела вам пример, что 95% наших педагогов выучил это бакалавра, и только 8 идут в магистрские программы. Понятно, что в магистрской и безмагистрской программе в большинстве случаев не обойтись. Это очень важный путь входа в профессию, допустим, в других направлениях, а такие специалисты у нас потребуют. Я действительно с большой радостью поддерживаю это знаковое решение Министерства образования и науки России. Вы знаете, что Министерство предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, а также дать возможность людям, имеющим специалитет, получившим его достаточно давно, на бюджетной основе, закончить инвестаратуру, причем направление подготовки приемственно полученной специальности ранее. Но очень важно, и это я тоже хочу подчеркнуть, что обучение кадров, востребованность которых об условии технологического развития модернизации экономики, будет осуществляться преимущественно по программе только специалитета. Наверное, это одно из самых важных предложений, которое может серьезно повлиять на всю систему высшего образования. Министерство это предложение сделало. Понятно, что в переходе к этим сложным процессам должно участвовать все профессиональное сообщество, и понятно, что Российская Академия образования, как научно-методичный, годнотический научный центр, в стороне от этого остаться не может. Ну и коллеги, в заключении, простите, что я утомила вас долгие выступления, вместо приезда это получилось, что называется, разговор о самом важном. Мы строим свою работу на чем? Мы хотим взять все самое лучшее, что у нас было, и двигаться дальше, адаптируясь, безусловно, под те вызовы, которые перед нами есть. Но мы должны четко понимать, что перед нами сейчас стоит главный вопрос, кого мы хотим испытать. И акцент мы должны делать не только на наших детях, но и на студентах, и, в первую очередь, на будущих педагогах. И в завершение я хочу напомнить знаменитые слова Константин Ильича Ушинского, двухсотлетие которой будем праздновать в 23-м году одновременно с годом педагога-наставника. И к его трудам мы обращаемся постоянно, и я позволю еще раз прочитать известную вам цитату и этим закончить. Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти все оно кажется делом знаком и понятным. Иногда же дело очень легким. И тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком. Теоретически или практически. Это предисловие Ушинского к его знаменитому труду «Человек как предмет воспитания». И в завершении хочу от всей души пожелать всем нам душевного здоровья и всем большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин